Числа в сочетании. Представьте себе, что у нас есть число n умножить на n плюс 1 пополам. То самое число из этой формулы. Вот оно здесь есть. Кто знает, количеством сторон и диагоналей скольки угольника это треугольное число является. Количество сторон и диагоналей скольки угольника. n плюс 1 угольник. Давайте разберем какой-нибудь конкретный пример. Скажем, если у нас n равно 3, то это будет 4 на 3 пополам, это 6. Что такое n плюс 1? Это 4. И тогда известнейшая картинка из них можно выбрать четырьмя способами. И после этого можно еще выбрать четырьмя способами. Соответственно, 4 умножить на 3 пополам. Число сочетания из n плюс 1 по 2, это n умножить на n плюс 1 пополам. Давайте поймем, что такое n. Это число сочетаний из n по 1. Количество способов выбрать. Я за все эти случаи спешу. Для тех, кто не был на нашем занятии. Число сочетаний из n по 1. Число способов выбрать объекты из n данных. Посмотрим, как же в терминах числа сочетаний записать в эту строчку. Число сочетаний из 1 по 1 плюс число сочетаний из 2 по 1. Плюс и так далее. Плюс число сочетаний из n по 1. Это в точности то же самое, что число сочетаний из n плюс 1. Что ужасно интересно. Ужасно интересно вообще, есть ли в этом какой-то смысл. Какой-то комбинатурный смысл. На самом деле есть. На самом деле комбинатурный смысл очень простой. Если у нас есть n плюс 1 предмет. Проще говоря, 5 выписанных числа от 1 до n плюс 1. То когда мы с вами выбираем 2 предмета. То возможны такие случаи. Мы выбрали число n плюс 1 и любое переднее. Это n плюс 1. Или наибольшее число из выбранных. Это n. Тогда можно выбрать любой n минус 1 вариант переднее. Что я сейчас пытаюсь делать. Формулы, которые написаны на правый жест и на спину. Вообще это амброически доказанные. Ну или пока я не пойду, я их можно какое-то. Я сейчас пытаюсь этим формулам приписать какой-то комбинатурный смысл. То есть объяснить, что это нечаянная такая вот штука. Это не просто так возникло в балду или там что-то чему-то равно. А что у этого есть какая-то комбинатурная причина. Начал я с вещей очень простой. Аюжина. Задал себе вопрос. Вот есть n плюс 1 предмета. Что-то когда мы с вами в порядке? n плюс 1 предмета. Думаем, как из n плюс 1 предмета выбрать 2. Но когда вы выбираете 2 предмета, один из них будет поменьше, другой побольше. Давайте на все смотреть с точки зрения большого. Давайте так, для начала. Может ли большой предмет это быть число 1? Можем ли мы с числом от 1 до n плюс 1 выбирать число 1 и еще меньше? Не можем, потому что меньше, плюс нет. Значит, 1 украли в качестве наибольшего числа 10. А вот 2 уже можно. А вот если в качестве наибольшего выбрал тройку, то в таком случае два способа. Меньшее число это или 1 или 2. Если в качестве большего числа выбрал четвертку, то три способа. Или 1, 2, 3. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Если в качестве наибольшего числа взял n, то n минус 1 способом. Если в качестве наибольшего числа взял n плюс 1, то n спустим. Вот так я комбинаторным способом объяснил вам вот это равенство. То, с чего наше занятие началось, про треугольные числа. Сейчас напоминаю, что это равенство, это в точности вот это. Сумма чисел сочетания единиц по одному, из больших по одному, из больших по одному, из больших по одному, из больших по одному. Это, ребята, только обозначение отличается вот это равенство от n ничем другим. Только обозначение. Сейчас нужно сделать варенький подвиг. Надо в таком же стиле перейти к следующей строке. Но у нас ничего не получится. По той причине, что это не число сочетание. Если влечить на 2. Надо влечить на 2. Господа, когда вы выбираете один из двух предметов, сейчас делим вот это равенство на 2. Записываем, и у нас получается соотношение, которое уже имеет комбинаторный смысл. Поехали. Одиннажды два пополам. Нет, это не один. А это число сочетаний. Сколькими способами может быть два предмета из двух? Один. Вот-вот, это и написано. Дальше. Дважды три на два. Это называется число сочетаний из трех по два. В чем идея? Когда вы выбираете два предмета из трех, то сначала вы выбираете тремя способами один предмет из трех. После этого из оставшихся двух вы выбираете один предмет. Это и называется. Важно, да? А потом, поскольку было неважно, вы взяли А, Б или на вот Б, А, то надо еще не забыть разделить на два. И так далее. Ниждя четыре пополам. Это число сочетаний из четырех по два. И так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, пишем число сочетаний из н по два. Нет, здесь я договорюсь так все. Н на н плюс один пополам. Это называется у нас, господа, число сочетаний из н плюс один по два. Так вот, оказывается, и это я сейчас комбинаторно вам объясню, это то же самое, что число сочетаний из н плюс двух по три. Опять-таки туда написано. Надо было это написать вниз, а туда надо было написать вот ту замечательную формулу. Н плюс два умножить на н плюс один умножить на н, разделить на шесть. А здесь число сочетаний из н плюс два. Вот, господа, каким способом объясняется вот это ограничение? Если у нас есть всего н плюс два предмета, и из этих н плюс двух предметов вы выбираете три штуки, то опять из этих трех штук есть наибольшее. Самый наибольший не может быть ни единицей, ни двойкой, потому что тогда предыдущих не бывает. Значит, самое маленькое значение это тройка. То есть три, два, один. Бывает, единственный способ. Или наибольший это четвертый. Тогда два меньше, это количество вариантов число сочетаний из трех формы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, подумайте, подумайте, как это получить. В общем, господа, те равенства, с которыми мы сегодня работали, на самом деле легко записываются естественным образом при помощи чисел сочетаний.